здравствуйте друзья продолжаю свое видео из мастерской опять оно будет собственно и первое второе видео 1 про подшипники про шпульные 2 про то что я сейчас буду говорить я хотел снять и раньше но опять-таки увидел видео сергея дьяченко повторюсь еще раз не подумайте что я хочу на него наехать то есть увидев это видео меня подтолкнуло на все-таки то чтобы эти видео снять собственно об этом я уже говорил что в первом видео про шпульные подшипники что о том о чем я сейчас буду говорить об этом уже периодически своих видео я упоминал ничего конкретно нового нет просто пытаюсь непосредственно вот сконцентрировать именно на этой теме тема будет касаться вот чего износа редукторной пары а именно сергей дьяченко по моему видео где он а бугарси лтx не помню какой то вот после одно из последних видео где он разбирает и рассказывает о характеристиках этой катушки которую он взял я так и не про то ли у стас он ее взял на обслуживание и рассказывает о том как там все прекрасно значит начну и собственно хваля бренда бугарси что в общем то и я подчеркиваю что есть три крупные компании даева шаманы а бугарси которые конкурируют между собой остальное все чисто симпатии рыболов и говоря о том что непосредственно редукторная пара 2 в идеальном состоянии и пройдет еще долго и многое все такое здесь хочется вот уточнить такой момент который я повторюсь предыдущих своих видео уточнял и неоднократно у вас есть два вида эксплуатации это эксплуатация катушки а именно при анимации приманок когда вы работаете ручкой работаете ручкой и тем самым у вас под нагрузкой главная пара постоянно то есть вы что-то тяните либо это какие-то блесна разных категорий либо это спиннер бейта либо это кран бейты чаттер бейты то есть то приманка который требует равномерной проводки и который нагружает пару есть второй вариант эксплуатации который у нас более всего среди рыболов распространен это твичинг при котором вы только лишь убираете слабину то есть главная пара и вообще все узлы катушки они практически не нагрузаны не нагружен не имеет такой большой нагрузки как при первом способе который озвучил очень понятно забрасываете твич нули сколько там раз вам убираете слабину то есть нагрузки никакой полноценный нету на этот редуктор так вот используя катушки и при кренкинге и при твичинге естественно каждый кто залезает внутрь может заметить такую фигню что при равномерной проводке катушки которые имеют латунный сплав на редукторе явно показывают почернение смазки это говорит о том что у вас напрямую идет износ допустим вот в этой катушке и ну если взять там тех же самых вот шаман дайва где идет легкосплавная здесь в данном случае легкосплавные пары вот на мой взгляд на мой взгляд насколько я успел разобрать катушек различных есть легкосплавные сплавы топовых сегментов то у абу гарси покрытие защитное наиболее эффективное оно во первых и на ведомой шестерне на большой и на пиньоне на пиньоне но черного цвета не знаю то что в новых там на катушках уже идет абу гарси вот в этой катушке ревым джейкс первой регенерации очень мощное покрытие мне даже показалось что она больше чем у шамана метаниума или там дайва стис более гладкая эффективная и эту катушку хотя у нее высокое передаточное отношение втяжка я уже не помню сейчас 71 по моему она позиционируется как катушка для джига американо-японском стиле почему-то твичинг вообще не упоминается для нее но не важно это покрытие и то есть эту катушку я при такой передатке использовал для средних и мелководных кренков то есть на мерке и после вскрытия не заметил никаких проблем так вот в первом случае при кренкинге при постоянной нагрузке у вас пара будет изнашиваться у вас будет изнашиваться школьные подшипники у вас будут изнашиваться обгонная муфта то есть все что вращается от ручки до шпули вся вот этот передатка она изнашиваться гораздо больше чем при твичинге это понятно да поэтому говорить что пара хорошая живет там это это два способа проводки основных ну и соответственно наш русский джиггинг при котором тоже идет равномерная ступенькой наматывания тяга этого этой резины с грузом которые там есть то же самое изнашивает больше редукторную пару чем при твичинге и или при американо-японском джиггинге поэтому собственно говоря эксплуатации катушки и качество всех механизмов в прямую в первую очередь редуктор будет зависеть не не качество а именно износ будет зависеть от того способа которым вы используете и и даже еще есть способ тот при вываживании когда американцы и японцы они катушка работает как рулеткой чтобы постоянно держать натяжение лески или шнура чтобы бас не сошел потому что он любит делать там свечки всякие они вот еще добавляют вот этой вот нагрузки на редуктор соответственно исходя из этого не только смазки подбираете какой бы вы не подобрали все равно на редукторе износ пойдет от равномерной какой-то монотонной проводки при которой используются упористые приманки износ будет совершенно другой я так сказал даже на порядок при твичинге редуктор не страдает как бы вам там чего не казалось кто-то говорит что там обгонная муфта напрягается ничего там напрягается удилище достаточно хорошо гасит вот эти вот удары нагрузки даже на шпульные подшипники и если тем более вы используете флюор карбон он еще добавляет вот этот гашение так что имейте ввиду смотря какой вы используете нагрузку на редуктор в зависимости от этого повторяю в очередной раз будет у вас износ поэтому не удивляйтесь если у вас на разных катушках по разному использованию различные происходит износ редукторной пары спасибо за внимание